Азовская столица Азовская столица Мы предоставим вам информацию в виде электронных цветных брошюр, пожеланий полиграшных, слайдкастов, аудиоподкастов, электронной рассылки и статей в блоге по интересующим вас темам. Мы интерактивны в наших соцсетях. Мы онлайн радиостанция категории Gold и мы держим марку. Азовская столица Всем привет! С вами Герман Пермяков и вы смотрите канал RedLine TV. Привет вам из Болгарии. Мы отдыхаем за это лето уже второй раз за границей. И я вам хочу рассказать с точки зрения инвестора. Я хочу сказать, чтобы вы тоже ездили за границей. Тоже отдыхали так. И начну с того, что дам несколько советов, несколько правил. Что же нужно делать, чтобы отдыхать. Итак, поехали! Чтобы вы и ваша семья могли себе позволить два раза за сезон ездить за границу, нужно начать с малого. То есть начать создавать отдельный инвестиционный бюджет. Запомните два основных правила. Никогда не инвестируйте последние деньги и заемные деньги. В первом случае вы рискуете остаться без куска хлеба, а во втором еще кому-то должными. Лучше работать со своими деньгами, если вы кому-то и задолжаете, то только самим себе. Третье правило – это правило автоследования. Вот если на бирже, например, новичок начинает торговать, опытный трейлер заходит в сделку, новички обычно повторяют. Точно так же, если трейдер выходит из сделки, новички, естественно, тоже выходят. Это не только касается биржевой торговли, в принципе, любой сферы деятельности, также и недвижимости. Я тоже занимаюсь автоследованием и, в принципе, пока этот метод не подводил. Переходим к вопросу, как все же сформировать свой инвестиционный бюджет, если вы хотите серьезно заниматься инвестированием. Первое, что вам нужно сделать, это, естественно, отслеживать ваши потоки денег. Я сначала это делал с помощью Excel, учитывал доходы и расходы, потом установил на компьютер программу Family 11 и на смартфон Family Mobile. Они связаны друг с другом, что, естественно, мне помогло. И лучше всего, конечно, помогает это делать банковские карты, когда видны все расходы и доходы, вернее, все покупки. Но, в принципе, способов много. Так что выбирайте сами, какой вам удобнее. Сегодня в большинстве ресторанов, супермаркетов, сетях супермаркетов, магазинов, где вы отваритесь на АЗС, есть дисконтные программы. Возможно, у вас даже есть уже дисконтные карты. Вот, но их можно использовать, формируя свой инвестиционный бюджет. То есть, вам дается скидка с вашей покупки. В вороте вы вписываете полную сумму, а сумму скидки вы раскладываете себе на отдельный счет или в отдельное какое-то место. Если это наличными или же, как бы, безналом, куда-то, ну, вот, на отдельный счет. Или там же киви-кошелек, да, или там мани, или как вам удобно будет. Вот, таким образом, как бы, дисконтная сумма, это и есть ваш инвестиционный бюджет, который формируется. Третье. Старайтесь везде торговаться. Торговаться сегодня можно даже в супермаркетах электроники, про покупки техники. Естественно, на рынках или при заказе каких-либо услуг. Сумма выторгованной скидки тоже записывайте на свой инвестиционный бюджет. Приглядитесь к ситуации у себя дома. Или у вас есть завалялась какая-то старая соковыжималка, или вы купили новый телевизор, а старый продали, отвезли на дачу или поставили в гараж, тот, который работает. Или у вас вы не носите какую-то одежду или обувь. То есть, это можно выставить на доске объявлений и кому-то продать. Естественно, сумма, дополнительно внезапно появившаяся ваша сумма, тоже может быть отложена на ваш инвестиционный бюджет. Я так за полгода работы с картами, с дисконтными, а также продавая ненужные вещи, сформировал инвестиционный бюджет около 500 евро. Как только вы соберете нужную инвестиционную сумму, ее можно запускать в работу. Еще одно важное правило, то, что никогда вы не должны инвестировать всю сумму в один проект. Это очень рискованно. Раскидывайте эту сумму на несколько проектов. Суммы, с которых я бы советовал начинать, это начиная от 500 долларов. Можно, в принципе, начать работать со 100 долларов, но, в принципе, эту сумму будет достаточно сложно разогнать и добиться чего-либо более-менее серьезного. Более детально правила инвестирования вы можете найти у нас на канале RedLine TV. Там есть в шоу-нотах под этим видео будет ссылка на это видео. Ну, а всем спасибо за внимание. Еще раз ставьте лайки. Не забывайте, смотрите наш канал RedLine TV, слушайте радио Азовская столица и подписывайтесь на наш канал Телеграм и получайте за это бонусы. С вами был Герман Пермяков. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok